Благодатный огонь Постараемся ответить на этот вопрос Благодатный огонь, или как говорят в самом Иерусалиме, благодатный свет И греки, иерусалимляне не называют Это схождением благодатного огня, говорят о благодатном свете Само это явление известно нам уже с 5-7 веков Но известно оно как зажигание благодатного огня На службах Страстной Седмицы На которых воспоминается предательство, страдание, смерть Господа нашего Иисуса Христа И исхождение его из гроба как света истинного Но уже во второй половине 9 века мы встречаем во многих источниках Это событие не как зажигание огня, не как церемонию божественного света А как схождение благодатного света на свечи иерусалимского патриарха Которая раздается потом верным И как свидетельствуют многие паломники прошлого, позапрошлого года Всех паломников современности первое время действительно не обжигает Поэтому даже если кто-то из вас скептически относится к схождению благодатного огня В кувук или грома Господня Уж никак не может скептично относиться к тому, что он действительно обладает Необыкновенными свойствами в первые минуты зажения свечей Почему мы так ждем его? Потому что согласно благочестивому преданию Около церковному, не церковному на самом деле Благодатный огонь не сойдет тогда, когда То ли родится, то ли явит себя миру Антихрист Все, придет Антихрист, благодатного огня не будет Но я что-то не припомню, чтобы в Евангелии послания апостольских Хотя бы намеком говорилось об этом Нет, там совсем другие признаки второго пришествия Изучите, почитайте Оскуднение любви Самое главное Принятие некоторой печати На лоб и чело Которые всеми экзегетами древности Святыми отцами Рассматривалось как порабощение нашего ума И деятельной силы Материальным ценностям Когда Бог для тебя перестанет Быть твоим Богом Он не нужен, у тебя все хорошо Ты так замечательно трудишься И все свои мысли направляешь к улучшению земной жизни Что как бы и Бог тебе не нужен Когда-то мы придем к этому Тут нечего бояться каких-то штрих-кодов, QR-кодов Выше 5G Или чипирование через прививки Нет Апокалипсис я на богословах О другом Ну и в Евангелии от Матфея В других Евангелиях мы читаем о признаках второго пришествия Нигде не говорится, что Переду я тогда, когда благодатный огонь перестанет сходить Вот не знала церковь таких преданий Вплоть до последних веков Так что не переживайте Если в какой-то год благодатный огонь не сойдет То это ни в коем случае не свидетельство о том, что пора продавать там наши квартиры и переезжать в Сибирь Переходить на натуральное хозяйство или строить бункер и копать землянки Детей не рожать Уходить в страну далече Нет, не переживайте Кто вам говорит обратное, просто манипулирует вашими страхами Подчиняя вас себе Называется младостарчеством Гуруизмом Вот отдельная тема Надеюсь, что наши подписчики, зрители достаточно мудры Чтобы не поддаваться на подобные псевдорелигиозные манипуляции Не переживайте И дуб мамврийский уже раз за четыре засыхал за последние столетия вроде как бы ничего И благодатный огонь может сойти или не сойти И зажигают его или сам сходят Не так важно, друзья мои Да не надо ломать копья Не надо перед Великой Субботой Начинать разводить холивары в комментариях под теми постами Где начинаются размышления по поводу качества этого огня И его происхождения Не лезьте Не доказывайте там с пеной у рта Или у клавиш вашего компьютера или телефона Что вы тут все еретики И вы что не знаете церковное предание и так далее Или вы здесь все глупцы Вы тут верите в чудо Никакого чуда нет Не надо ругаться Не надо доказывать свою правоту Будьте на службах в эти дни Храните мир, тишину, тактичность Соблюдайте в общении друг с другом Не это важно Причастие важно Пасха нужна Вот это важно Пришествие Христа Воскресшего Вот это важно Перевезли вам огонек с Иерусалима Слава Богу Не привезли Ну ты в пятницу ходил с этим огоньком Крестным ходом Погребая плащаницу Это тот же самый благодатный огонек Ты в среду вечером стоял на богослужении Чтение 12 евангелий С этой свечой Вот он благодатный огонек для тебя Приди домой Косячок дверей Копать от этого огонька Благослови Хорошая добрая традиция Не хочешь Не делай Непринципиально Многие считают Что эта свеча обладает Какими-то невероятными свойствами Если уже Вот этим огоньком Непотушенным Непотушенным огоньком Надо до дома довезти его обязательно На косяке входной двери Сделать изображение креста А то все Никакая злая сила не войдет Ничто грешное в дом твой не войдет Хочешь задать ответ на вопрос А сами где жить будете Грешники-то Мы-то все грешники Вот Поэтому Квартира освящена Все Больше ничего не надо Совсем не обязательно Огонек домой нести Но все-таки ты с ним стоял Во время службы чтения 12 евангелий Вот для тебя благодатный огонек Вот И не важно Господь тебе эту свечу зажег Или ты зажег А свечу Рядом стоящего христианина Так что не спорьте в эти дни Не терзайте свои сердца Любопытство Не старайтесь там удовлетворить Ищай всевозможные интервью Статьи церковных и не церковных блогеров На тему происхождения этого огня Не важно Какое его происхождение Как веришь Пусть так и будет И не старайся Переуверить тех Кто не верит в чудесные И чудодейственные Качества этого огня И не насмехайся над теми Кто верит Будьте внимательны Тактичны друг к другу Снисходительны Пусть во всем Будет любовь Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому